Всем доброе утро, отдельный номер, не помню уже какой, отвечаю вам снова из своего номера в отеле. Еще спустя энное количество дней в Баку, хочу отметить, что влажность здесь действительно очень высокая. И все прошлые разы, когда я был в Азербайджане, я в Баку был очень мало, но не больше одного дня подряд. А вот сейчас здесь, я понимаю в этот раз, что реально тут очень сыро. И это, конечно, хорошо, например, для моей кожи, которая не очень здорова. Это хорошо, но в целом это так непривычно, но, наверное, это свойственно любому городу прибрежному. Даже сейчас я хожу в номере босиком, и я чувствую, что кавдолин как будто бы немного влажный. И постельное белье тоже, ну так, слегка-слегка сыровато. А отопление почему-то у меня не работает в номере. Самое красивое место в городе Баку. Как же Эдварену. Как только выросло на языке. Мягкий? Нет. Гуи-та-та. Город, где живут мои бабушка, дедушка. Привет, красотки. Всех бродячих собак здесь кастрируют, ну, по крайней мере, вот в центре, для того, чтобы они могли бегать, но не были опасны, не плодили беспризорное потомство. Вот, но и, само собой, кастрация, она, конечно же, уменьшает агрессию собак. Поэтому вот так нужно делать в телевизионных странах. Это дерево европейской оливки. Оливы. 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 Это баобаб. Впервые в жизни его вижу. Только я не понимаю. Аааа. Это делают решетки, чтобы сделать на зиму. Видимо, чтобы они не замерзли. Это плоды из дерева баобаба. Впервые в жизни вижу. И вот еще один баобаб. Они все разные. А этот такой же... А, нет, это... Вот такое дерево. Не знаю. Похоже на оливу, но не олива. А вот здесь, на бульваре, есть парк с кактусами. И здесь кактусы со всего мира. Разные виды. Вот с какими-то ягодками, цветочками. Вот, посмотрите. Вот здесь высокие. И некоторые из них настолько красивые и необычные, что даже кажется, что это искусственный муляж. Но, на самом деле, это живые растения. Но, правда, вот люди все-таки воловой думают плохо очень часто. И поступают не очень хорошо с растениями. Ну, впрочем, со всем остальным. Настоящий рай для кактусоманов. Есть такая инсталляция с фотосинками, которая называется «Под одним солнцем». Это говорит о том, что был снят фильм и фотопроект национальный, в котором показана, насколько широка этническая палитра. Люди разных национальностей, разных восповеданий и так далее. И что для всех них есть место в Азербайджане. И все они живут здесь в мире и согласии. В съемках приняли участие очень много людей. Проехали по 54 деревням. И было взято интервью у 134 человек. И вот. Фильм можно посмотреть в интернете, я думаю. Мы сейчас поедем на поезде. О, я сажусь сюда. Тоже. Ой. А сейчас мы пришли на фуникулер. И, возможно, мы на нем поедем вверх, но это еще не точно. Если да, то это будет первый раз, когда мы на нем прокатились. Вот такая вот поездка на фуникулере. Сегодня мы снова здесь, но уже днем. Наверху. В одном из самых красивых мест города Баку. Города Петров. А вот панорама днем. Совершенно другой вид. Вообще невозможно сравнить. Это абсолютно разные вещи. Ночной вид и дневной. Убедитесь в этом сами. Вон там красивый двор. Кокололин. Смотри свой мир. Свой сад с деревьями. Очень красиво. В лесу забудешь? Войдем в такси. Она огнем горит вечером. Мы были. Видели, да? Да. Микрофон работает. Вот такие места есть в боку. Вы еще не видели ее? Такой такси, который больно. Не за дорогого. Мы на обеде снова в пассажер, в ресторане 1901. И сегодня будем есть национальный суп Духа. Вот. Думаю, я пытался его сделать, как-то раз я помню. Но я только перевел зря кучу продуктов, но ничего не получилось. А здесь... Очень даже вкусно. А, это называется Джейс Биз, если я правильно отношусь. Оно достаточно жирное, но здесь бараньи внутренности, печень, легкое, жир и еще что-то тут еще. Вот. Но вкусно. А сейчас мы находимся на местном Арбате ночью. Немножечко ночного города, ночного Арбата. Много людей. И основная часть улицы, самая широкая, она огорожена почему-то. Не знаю, какие-то стоят домики, видимо какая-то ярмарка или что-то будет проходить. Вот. И поэтому люди идут по узенькой выделенной дороге. Из-за этого места мало. И видите, такой туман еще почему-то. Вот. Обычно там все открыто было и было широко. Можно было гулять. Ну, в принципе, Арбат везде. Арбат одинаковый. Длинная улица, пешеходная с кучей кафешек, ресторанов, туристов. Вот здесь все то же самое. Какой красивый. У нас вот после просьбы одного из постояльцев поставили кошмашину вместо вот такого кофе. Видите? Вот это сервис. Посмотрите, основание о Болом Евровидении. Как живет богема? Богема, я вот мой ужин сегодня стоит из хурмы. Малины и клубники. Но проблема в том, что хурму-то я помыл. Малину, в принципе, не моют, насколько я знаю. А клубнику мыть надо. Но мне было так лень после длинного рабочего дня, что я ем ее грязное. И вот сейчас сыплет из клубники что-то вот там, этот ее песочек. И он падает на экран телефона. И начали бегать мураши. Поэтому, надеюсь, я ничем не заболею. Кстати, фрукты и овощи в Азербайджане, наверное, можно купить очень хорошие и недорого. Например, огромный фейхоа. Китонграмм стоит около 4 монат. Гранат, нар, можно купить за полмоната килограмм. Ну и все такое. Пандарины около 3 монат. Большие. Очень большие. Такие капельтины практически. Очень вкусные. Поэтому хурма 1,5 монат. Огромная шоколадная хурма. Мне кажется, это отличная цена. 1 монат это 230 тенге. Почитать несложно. Так, прикольная штука у меня есть. Это чтобы собирать мусор с одеждой. Мне ее привезла Наталья Александровна из Китая. И что классно, она красивая даже изнутри. Каждый слой тоже красивый. Вот. Ну, наверное, ничего необычного. Но мне нравится просто. Мы приехали в культурный центр Гейдара Лива. И сегодня здесь, слава богу, не проходит никакой саммит. Тут нет кучи ОМОНа, президентов, как было в том году. И можем посмотреть. Архитектор, которая спроектировала этот прекрасный культурный центр. Известная во всем мире Заха Хадид. Вход в центр Гейдара Лива стоит 15 монат, взрослый. Также есть льготы для студентов местных азербайджанских университетов. Внутри проводятся разные выставки. Есть автомобильная выставка. Выставка истории, культуры, музыкальных инструментов даже. Или что-то такое. Но единственный момент, что на некоторых выставках нужно покупать отдельные формные билетки. Я не знаю, пойдем ли мы утром сегодня. Или просто будем сознаться видами снаружи. Я вообще небольшой любитель музеев. Ух, как кулька выросла у меня из руки. Какая. Радужное скалолазание. Всякие разные штуковины. Красивые изгибы. Много стекла, белого камня. Очень красиво. И, конечно же, вид на город. Тоже красивый. Такой футуризм, урбанизм. Наверняка у этого есть какой-то смысл. Какой-то интересный. Вот. Жидковато, конечно. Дети лазающие по скелетам. В центре Гидара Лива есть выставка ретро машин. И билет на эту выставку нужно покупать отдельно, потому что это считается что-то супер классное. Насколько я знаю, в интернете прочитал. А сейчас я видел две машины, которые стоят наружу. Вот такие кары. Что это? Ретро кар или гоночный? Не знаю. Симпатичный. Порш. Или... Та-да-да-дам. Да. Порш. 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 Чувствуйте себя в каком-то космическом кино. Порш. Порш. Золденый. Оооо, так классно. Я уже скучаю по Сивиль. И понимаю опять в очередной раз, что какая маленькая у меня Сивиль. По сравнению с этими большучими собачатинами. Какие они красавцы. А вот... А, это другая порода. Дааа. Реконструкция старинного здания. вот так будет когда все закончится, когда это будет непонятно, но должно быть красиво. Мы шли по очень длинной улице, которая вся была посвящена ремонтным магазинам. Магазинам стройматериалами, ламинат, кафель, кухня, мебель, в общем все, что вам пригодится обои для ремонта. Шли-шли-шли, в итоге мы нашли до рынка. Зеленый базар, он реально зеленый, но очень современный, внутри можно купить любые овощи и фрукты, очень вкусные и красивые. Называется он яшель, яшель, поправьте меня, если не правильно говорю. Сейчас переходили дорогу, перехода никакого, мы прибегали через тройки проспект, девочки наши заорали, мужик парковщик явно обозрался от страха, и обматерил их как только мог. А вот и базар, тут есть все, тут так пахнет прекрасно всем. Шикарный. Инжир. А лайфхак, не покупайте ничего в крытом базаре, вот первая зеленая часть, потому что вот на входе, на первых идах все намного дороже, ну туристы, все дела, поэтому мы проходим дальше, чтобы что-то купить. Воняет чем-то, или кем-то, надеюсь, главное, чтобы не людьми. Так, 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 такое непонятное, а, инжир. Такая мелкая пехла. Фурма, помидор похоже. Мягкие? Нет. Там овощи, картошка, морковка. Моя любовь, орехи. Если вы не знаете, что не подарите, подарите мне орехов много, я всегда их съем. Смотрите. Всякие чаи, разные специи, сладости. Такой вот базарчик, а если у вас есть деньги, то можно там закупиться всем ягодами и фруктами, и овощами, и разными цветами, и орехи, и все-все-все-все, специи. В общем, мы купили такую хурму, и все, потому что денег нет у нас. Я так бы, я купил бы там орехов много себе. Да. А следом тут магазин ковров. Смотрите. Ковры, ковры, ковры. Ой, не, ну, как бы это ужасно, если честно. Очень колоритно. Все такое ветхое, но в этом что-то есть. И такие вот маленькие улочки, где в переулках сидят старички, пьют чай, играют в нарды. А тут в этом обои. Переулок строительных товаров продолжается. Сейчас пришли на площадь 28 мая или метро 28 мая. В общем, место, где находится, видимо, вокзал какой-то, может быть, междугородний, электрический, для электричек или что-то такое. Вот, метро и торговый центр. Здесь очень много людей. Почти, как в Москве, на Курском вокзале или где-нибудь еще. Вы откуда приехали, извините? Интервью. Мы приехали из России. Казахстана, из Испании. А я из Франции. Все понятно. В общем, мы здесь были на году с Афелией, моей сестренкой. Вот, сейчас мы здесь еще раз. Еще место, чтобы поесть. Какое красивое небо, смотрите. Музей железнодорожный, метро, все дела. Смотрите, какое красивое здание. Вот. Памятник стоит. О, какая музыка играет. Нераводчики танцуют, танцуют. Та же самая кофейня, но уже в другом месте. Видимо, это какая-то сеть. И это же кресло прекрасное. Ду-ду-ду-ду. Запах потрясающий. Здесь мы тоже были в том году. Красивое место. Очень. Массаж как дом родной. Каждый день приезжаем сюда заниматься и репетировать. Мы поем вот в этом центре. Кабинет вокала здесь находится. Очень классная студия танцев в Баку. Такая вот необычная инсталляция здесь есть. В парке на бульваре. Смотрите. Рука торчащая из земли. Держащая в себе дерево. Выглядит, конечно, это очень странно. Особенно, когда по отдельности смотрят на каждый палец издалека. Вот. Да. По моему влогу может показаться, что мы здесь только отдыхаем. Но на самом деле у нас очень загруженный график. Мы очень много работаем. А все, что я показывал до этого, это были все такие перерывы. Передвижения с одного места до другого. И вот сегодня мне удалось выкроить время и приехать в родной город, где живут мои бабушка, дедушка и все мои дербуржанские родственники. Называется он Гуй-Та-Та. Или по-другому Прищуп. И вот сегодня мы здесь тесим. Сейчас, конечно, не сезон, но летом здесь очень красиво, все цветет. И я помню, когда я был маленький, здесь вообще был очень богатый сад. Вон там со второго этажа можно было открыть окно и поесть виноград. Кое-что все еще можно сорвать прямо из дерева. Нужно только зайти вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И здесь растет прекрасная фейхоа. Спелая, мягкая и очень вкусная. Вот я уже целую горсть нарвал. Вообще-то раньше мне говорили, что нужно его пополам разрезать и лодочка выедать. И я вот так это вот сегодня сделал. Мне сказали, что я неправильно ем, нужно просто вот так. Очень вкусно. Смотрите, фейхоа, которую я ел в Москве или у нас, они были все такие маленькие и кислые, а это очень сладкое и вкусное. Все хорошо. Это дерево нар. Здесь растет гранат. Вот даже можно увидеть на дереве, они немножко уже и все, но засохшие. А вот в сентябре и в октябре, прям самый сезон, мы тоже срывали их здесь и ели прям с дерева. А вот это инжир здесь растет. Ну сейчас, конечно, его нет. Он вообще летом. Но вот это дерево инжира. Если вдруг вы не знали. А вот здесь айва растет. Вот она, да. Вот ее даже видно, желтая. А вон там видно гранат. Красный висит еще. Это дерево, конечно, пока ничего не понятно, но это альца. Похоже на... Как слива, да? Слива. Как слива, но зеленая. Альца. Да. Она очень кисленькая и мне очень нравится. Хейва. Хейва. А тут растет картошка. Да? Да. Картошка растет. А. А, ягоды. А, ягоды. А, ягоды. У всех есть детство воспоминания, которые на всю жизнь, наверное, остаются в памяти и вызывают теплые всегда чувства, какие-то внутри эмоции. И для меня одно из таких воспоминаний было это второй этаж этого дома, открывая который утром я ела виноград, прямо вот срывая грозья с веток на деревьях. Сейчас здесь пластиковые окна, раньше были деревянные, такие витражные, и так достаточно просто открыть окошко и так сорвать, но сейчас награды уже нет, к сожалению, но все равно воспоминания остались. Две недели в Баку подошли к концу. Сейчас мы будем направляться в аэропорт, уже собрал багаж, обмотал чемодан пленкой, кстати, скажите, пожалуйста, вы обматываете чемодан пленкой или нет? Если да, то вы это делаете в аэропорту за бешеные деньги или сами покупаете пленку и делаете это дома. В общем, неинтересно, это только мы такие экономные, практичные или все так делают. Сейчас у нас задерживают рейс на 20 минут, но мы все равно пойдем в аэропорт пораньше, потому что на улице дождь, могут быть пробки. Вчера в Баку были ужасные пробки, тоже из-за дождя, и по всему еще президент по городу ездил, нам сказали, и поэтому вот дороги перекрывали. Мы стоим в пробке уже полчаса, весь проспект Нетянников стоит неподвижно. Мы стояли в пробке очень долго. В Баку очень какая-то странная есть черта, они любят перекрываться с дороги, когда кто-то проезжает важный. Мы вчера попали в большую пробку, но как бы мы никогда не торопились, и это было не страшно. Сегодня мы выехали в аэропорту 2 часа, даже чуть больше, в итоге поставили пробки практически минус 40, наверное. Просто весь проспект Нетянников стоял неподвижно, невозможно было никак объехать, ничего. А если бы не задержали наш рейс, к счастью для нас, мы бы на него опоздали. Потому что мы только приехали, а по идее, рейсация должна была уже быть закрыта. Ну, в общем, все нормально, мы успели, все багаж дали. Более того, у меня получился перевес в багаже, но мне простят на первый раз один килограмм и пропустили без доплаты. Спасибо большое, Эрестана, One Love. Надеюсь, за это меня штрафуют, за это видео. В общем, вот, мы все успели. Все, все проверки пройдены, таможня и прочее, прочее, прочее. Сейчас было очень забавно, передо мной на таможне была мамочка с ребенком, и ребенок не хотел уходить. И таможня открыла дверцу, и ребенок вошел к нему туда, и они остались там, это было очень мило. После поездки домой и поедания всевозможных вареньев и прочего, 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 моя кожа все-таки не удержала, и вот, ну, взялте вид, что вы этого не видели, как я так делаю всю жизнь. Короче, мы теперь опаздывающий на рейс, нас по фамилии назвали, меня первой жизнью все называли, что Фарис, опаздывающий на рейс. Срочно пройдите. Но вообще-то не объявляли заранее, просто сказали, что ее задерживаются, посадку не видят. Мы только подошли в кафе, я посмотрела, там была написана регистрация, посадка на рейс не была. Короче, а, еще интересно, на Тальсанном в виде по-русски, что напаздывать, а меня паздывай в байджанский. Короче, мы все, мы летим. Я надеюсь, что это видео вам было интересно, чтобы что-то новое для себя узнали, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, все, что вы думаете, и ждите новые выпуски на FM Live. Спасибо всем, до скорых встреч. Пока.